Привет зрители! Сразу к делу! Пока я откапывал свой гараж, стемнело к сожалению Но что делать? Кучи бывают разные Слава богу, Патриот смог их побороть Ну посмотрите какая подлость Кто-то свалил кучу прямо около моих ворот Снежная куча И это естественно для зимних гаражей ситуация Часто злоупотребляют этим люди Очищают свой гараж И заваливают соседние Поэтому сейчас мы будем делать Веселые движения, потому что Патриот настоящая мощь Тяжелый, мощный, массивный С блокировками Например с заднего дифференциала С подключаемым передним мостом Позволит нам ее распахать Давайте посмотрим что произойдет Ячек ленивый и лопатой Работать не приучен Здесь мы активно греемся Первая передача и поехали Посмотрим как получится На понижайке Его уничтожить Вот так вот Незаметно Просто мы их Срубаем И все Давайте посмотрим что получилось Легко и непринужденно Отлично Ну не сказать что лопата Теперь не нужна Придется шлифануть В другую сторону Тем не менее Решение очевидно И конечно же Упрощает жизнь Ну а теперь К теме сегодняшнего вопроса Пока все мы раскачиваемся Готовимся Кто к работе Я например К оффроуду Да в ближайшее время Будем испытывать Патриот на бездорожье Но тут выпала Карта Которую надо будет Чем-то перекрыть Мы видим что автомобиль Достался на нешипованной Зимней резине И честно говоря Любой лединистый подъем На ней Закончится Откатом Назад Это очевидно Тут не особо Протектора Ничего такого Что позволило бы Серьезно Протестоять бездорожье И серии Можно поставить На внедорожный Какую-нибудь Сосейную резину Выехать И тут же застрять И сказать Он не едет Я такого не хочу Я хочу раскрыть Реальный железный Потенциал Патриота Чтобы показать Как он гребет И активно Саимодействует С нашей окружающей Действительностью В России Как вы знаете Дорог мало И по бездорожью Нужно как раз Хорошо ездить Но надо как-то Подкреплять ситуацию А что вы думаете Вот про Протектор Беззубый На самом деле Даже строившись Особо Не пойдешь Так что Напишите Что делать С такими колесами Я же предлагаю Два варианта Первый У меня есть колеса От Opel Вот такие вот Еще не надеванные Ну сами понимаете Специфика Деятельности Заставят ездить На любых автомобилях Кроме своих Так налейте И катаюсь Изредка Ну скорее даже Не катаюсь Стоит он у меня Во дворе Но тем не менее Колеса для него есть Вот такие вот Верю я в отечественного Производителя Последнее время Как вы поняли Кардиант Сноукросс Врожденный Суприне С дорогой Все дела Интересно Что по европейской Градации Это самые крутые Шины Посмотрите Количество рядов Максимальное 16 и более Я так думаю Глубина протектора 10 мм Тоже максимальная То есть В целом Прям Потрясающий Данный Шин Хотя честно говоря Количество Вот этих вот Европейских фишек Ну невелико Зачем они нужны Не знаю Честно говоря Напишите в комментариях Что думаете В целом По хорошему Любая шипованная Зимняя шина Должна ими Вот этими требованиями Максимально удовлетворять Возможно Все остальные Для европейской Какой-то зимы Мягкой Где снега не бывает А у нас Как вы понимаете Снег кругом Его можно Прямо вот Собирать И не надо В горы подниматься Так что друзья Ситуация такая Кардиан Сноукросс Получается у нас Прямо в топе По европейским требованиям Шины Зимней эксплуатации Рейтинг АА Зашибись Но дело не в этом Не в том Что они какие-то Хорошие А в том Что 225-55-18 А у Батриота Колесо 245-60-18 То есть Получается Если мы поставим Вот эти вот колеса Шипованные Я подумал Думаю Ну Может быть Да Облегчить ситуацию Потому что Ну фроуд поеду Да С колонной С группой И буду смеяться В безобидный подъем Не заеду А все потому что У нас здесь Шипы Которые цепляются Да Подгрызают Не столь Да Казалось бы Сильно Как многие думают Но на самом деле Действительно Очень серьезно помогают Вот когда Чуть-чуть не хватает Шип свое дело делает Железная часть И буквально Машину вытаскивать Здесь цепляться нечем Да Фрикционки На мой взгляд Это Ну Мертвый тип шин Я считаю Это мое личное мнение И нужен он только В городах Наподобие Москвы И то Съезжаешь ты С политой Этими соплями Дороги Во двор И все И начинается Скольжение Дай бог Что это будет Мусорный бак И не соседский Бог автомобиля Вот такая вот ситуация Поэтому друзья Ставить ли вот эти колеса Напишите в комментариях Ну Вариант Других у меня К сожалению Сейчас вот Поставить И раскрыть потенциал В наличии нет Вот только новенький Кордиант Или Вот такой вот Стоковый вариант 245-60-18 Колесная формула Здесь 225-55-18 Чуть-чуть Да Не хватает у нас По профилю Было бы 225-70-18 Или даже 65 Можно было бы Да Пока Ситуация такая Так что Жду от вас Как Ехать На Таком вот Слике Или все-таки Попробовать поставить Кордиант И натянуть всех Шиповной Резиной Но Есть еще один Третий вариант И знаете какой Очень крутой Круче только что Называется Даже не знаю Наверное Гвозди Гвозди Боюсь автомобиль Бивать Итак Есть у меня Цепи Пивак Брэнда Си 4х4 И есть у нас Конечно формула 245-60-18 Сюда Налезает Вот может быть Взять мне их С собой И в случае Если я буду Беспомощно шлифовать Нацепить Хотя бы на заднюю ось И что называется Порвать Все что можно Да Ну не автомобиль А именно дорогу Поэтому друзья Жду я от вас Рассказа В комментариях Что делать Брать с собой цепи Ехать на этом Или все таки Вот Поставить кардиант И что называется Пусть будет Колесо поменьше Но зато Более зацепистое Пишите в комментариях Жду вас С прошедшими праздниками Продолжаем мы Автомобильную тему Никуда она не денется Автомобиль это моя жизнь Это моя любовь А их эксплуатация Преподносит Невероятное удовольствие И кайф Чего я вам желаю Классных автомобилей Не важно Будь это Головастик Или Новейший патриот Дорога Даст всегда Своё удовольствие Хардкор И приятные ощущения На этом с вами прощаюсь Скоро на тесте Скоро на тесте Буханка Друзья До новых встреч Пишите На чём оффроудить Для этого Это видео и есть Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok